Всем аквариумистам и не только привет! Сейчас вы видите на экране мой аквариум на 260 литров, таким, как он есть на сегодняшний день. В этом месяце будет 2 года его содержания без подмен воды. И это после недавнего курса применения в нем чистого питьевого спирта. Тема применения спирта заинтересовала моих подписчиков и по их просьбам начал подготовку видео о применении мною спирта в аквариумистике. Но это уже совсем другая история и ролик будет готов через несколько дней. А кому не втерпешь или хочется понять хотя бы из этого безумного мероприятия, рекомендую посмотреть мое предыдущее видео на тему применения мною сахара и обоснования метода водки в аквариумистике. Этот ролик называется сахар и водка в аквариуме. А что, так можно было? А еще лучше перейти по ссылкам под этим видео и еще больше разобраться в этой теме и потом сравнить все, что там написано с моими действиями и решить, нормален ли я. Хотя любому понятно, вряд ли. Ну а теперь к теме сегодняшнего видео. Этот ролик является логическим продолжением и подтверждением информации, которую я изложил ранее в двух предыдущих своих видео, а именно в ролике профилактика и борьба с водорослями в аквариуме, все о водорослях и причинах их появления. И второй ролик, как повороть водоросли за один час. Кто не смотрел, я очень рекомендую посмотреть. Ссылки на эти видео будут в описании. Очень кратко напомню. В этих видео я подробно описал основные типы водорослей и причины их появления. Наглядно сделал вывод, что причины появления различных водорослей почти всегда одинаковы. Дал советы о способах профилактики и борьбы со всеми видами водорослей. Кроме того, отдельно остановился на вопросе профилактической обработки вновь приобретенных растений, прежде чем поместить их в свой аквариум, и наглядно показал, как один из таких методов работать на своем примере в своем аквариуме, обработав и поместив в свой аквариум растения сильнейшим поражением вьетнамка и ксенококуса. Сейчас я вновь возвращаюсь к этой теме, видя, что ее актуальность никогда не пропадет и есть еще много подписчиков или просто новых зрителей, не знающих об этом и не смотревших эти или подобные видео. Так вот, примерно 3-4 недели назад мне предложили взять большой куст бутсфаландр, но сразу же предупредили, что он очень, ну очень сильно поражен вьетнамкой. Почти весь ствол был покрыт плотным черным наростом, а на листьях колосились пушистые-пушистые кусты. Да не вопрос, на халяву и уксус сладкий водка с хлоркой. Как-то сразу не подумал о том, что буду снимать видео еще раз на эту тему и не снял крупным планом, как выглядел этот куст. Но поверьте, он выглядел примерно так же, как и куст бутсфаландр, ранее показанный мною и таким же образом помещенный в аквариум. Даже был еще сильнее поражен водорослями. А далее все просто. Я, как всегда, прежде чем поместить новый растение в свой аквариум, сделал раствор воды и лимонной кислоты. В пропорциях примерно 15 грамм лимонной кислоты на литр воды. Обычно всыпаю 2 чайные ложки и вычислением до 1 грамма никогда не занимаюсь. Замочил куст на полчаса и сразу поместил в аквариум не ополаскивая водой. Сейчас я уже показываю именно бутсфаландр, помещенный в этот раз. Далее произошло все как всегда. На куст накинулись мои водороследы, а именно саи, то есть сиамские водороследы и китайские водороследы. И от вьетнамки примерно за 1 час, ну может чуть больше, ничего не осталось. Отвечаю на вопрос про споры и так далее. Ну вот, я же показал и показываю аквариум, как он выглядит сейчас. Там и намека нет ни на какие водорослы. Ну, конечно, кроме некоторых проявлений вечного ксенококуса. Так я поступал несколько раз на протяжении более двух лет. И никогда в моих аквариумах не было бороды, вьетнамки, зеленых и других водорослей. Опять же оговорюсь, кроме ксенококуса. И в основном именно в этом аквариуме, в других и его тоже нет. Логичный вопрос. Так может это просто водорослееды все съедают и незачем заморачиваться с лимонкой, коли они есть? Не соглашусь, а споры? А способ приготовления водорослей? Шучу. Но, конечно, в каждой шутке есть доля шутки. После обработки лимонной кислотой и другими далее описанными мною способами, водоросли существенно размягчаются. Легче и быстрее поедаются водорослеедами. И не надо будет надеяться и рассчитывать на качество работы тех же водорослеедов. Это само по себе работает на 100%. А вот водорослееды могут оказаться вовсе не водорослеедами, то есть отказаться есть те или иные водоросли. Кроме того, ранее, когда водорослееды были еще у меня совсем-совсем маленькими, и я помещал большие кусты каких-либо растений, пораженных вьетнамкой или бородой, обработанные лимонкой, и водорослееды не успевали быстро съесть обрастание, было прекрасно видно, как на следующий день после обработки лимонной кислотой обрастания черного и коричневого цвета краснели, светлели и кусками сами отваливались от растений. А далее дело техники. Или их съедали рыбы, причем не только водорослееды, но даже те же скалярии и другие, или они просто растворялись. Ну что, можно в очередной раз подвести итог и сделать выводы. 1. Обязательно все новые растения надо обрабатывать перед помещением в свой аквариум, в том числе купленные в магазине. Обрабатывать растения можно следующими способами. 1. Примерно 15 грамм лимонной кислоты растворяем в 1 литре воды. Держим растения примерно 15-30 минут, в зависимости от вида растений. 2. Разводим белизну в воде в пропорциях 1 часть белизны к 20 частям воды. Держим растения примерно 5 минут, тоже в зависимости от вида растений. 3. Примерно 5-6 мл в 3% перекиси на 10 литров воды. Держим растения примерно 10-30 минут, как всегда в зависимости от вида растений. В общем, у кого что из описанного имеется под рукой, то и используют. Я как-то привык и мне больше нравится лимонная кислота. Остальные способы пробовал, но мне показались они более рискованными для безопасности растений. 3. Наличие водорослиедов всегда в аквариуме приветствуется, в первую очередь как профилактическое средство. Но помним, что сиамские водорослиеды искоренят у вас весь мох и про мох надо будет сразу забыть в аквариуме. Китайские водорослиеды весьма агрессивны и будут устраивать разборки между собой гонять других. А тацинклюсы дорогие и очень маленькие, их надо много, но кроме водорослей ничего не едят и совершенно милые и добрые создания. 4. Даже взрослые особи водорослеедов, живущие в аквариуме без водорослей на вносимом корме, совершенно не прочь поесть свеженьких водорослей. Многие жалуются, что со временем и возрастом они перестают интересоваться водорослями. 5. Если в аквариуме отсутствуют благоприятные условия для роста водорослей, а есть благоприятные условия для роста растений, водорослями в аквариуме места не будет, даже специально помещенных. Конечно, лучше таким способом свой аквариум не проверять и просто так растения с водорослями в аквариум не помещать. Вот тут точно, не повторяйте за мной, я предупредил. На этом видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Отдельное огромное спасибо зрителям и меценатам канала. Они всегда указываются в описании под видео. Всем удачи и отсутствие проблем во всем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...